Приговор Навальному возмутителен, он не имеет ничего общего с законом, это дело полностью высосано из пальца и является классическим примером политической расправы над неугодным политиком. Ничего другого, никакой экономической подоплеки в этом деле очевидно нет. Я внимательно следил за процессом, присутствовал при приговоре и для меня это понятно как божий день. Но вопрос выбора мэра столицы это совершенно другая тема. Очевидно, что действующему мэру господину Собянину, и собственно он является основным претендентом на победу, нужно создать конкуренцию, нужно создать действительно там иллюзию борьбы. И вот эту функцию призван выполнить как раз Алексей Анатольевич Навальный. Понятно, что если бы в этой избирательной кампании участвовали бы такие люди, как например Михаил Прохоров, я думаю, что шансы Собянина на победу были бы весьма призрачными. В условиях, когда настоящие претенденты не участвуют, здесь мы можем ожидать самые разные вещи. Но я думаю, что ту иллюзию, которую сейчас создают и проправительственные, и антиправительственные средства массовой информации, что вот Навальный является главным соперником господина Собянина, я считаю, что это иллюзия. С моей точки зрения, главным соперником Собянина в этой ситуации являются Мельников и Компартия. Главным противником, потому что Навального является явка на выборы и апатия москвичей, которые не верят в то, что Собянина можно вот с этим составом кандидатов потеснить. И поэтому главная задача для Алексея это привести своих сторонников на избирательный участок. Справится он с этим или нет, мы посмотрим 8 сентября. Я искренне желаю ему победы. Я надеюсь, что все-таки удастся дойти до второго тура. Буду поддерживать во втором туре того, кто туда выйдет. Будет ли это Алексей, или будь то Мельников, или будь то Митрохин. Вот три главных претендента на выход во второй тур. Но наибольшая вероятность у Мельникова.